Приветствую всех зрителей и подписчиков. На канале Максимум самые актуальные и горячие темы. Срочные и скандальные новости. Смотрите в этом выпуске. Им звонишь, они говорят, обращайтесь в турагентство. Я говорю, ну я же ваш турист, я через вас еду, через вашу турагентство. А нам все равно. Удивительные вещи происходят в Казахстане. Туристические конторы массово, в буквальном смысле, кидают своих клиентов. Из-за пандемии уже оплаченные туры срываются. Однако деньги им никто не собирается возвращать. При этом в самих компаниях рекомендуют людям не судиться с ними, а потерпеть еще годик и тогда... Потому что они раньше приходят. Очень раньше. Рухнувшая еще в апреле государственная онлайн-система продолжает оставаться в прежнем состоянии. Даже послабление карантина не улучшает ситуацию. Так казахстанцы не могут получить качественные услуги в СОНах. И приходится заранее записываться на портале ИГОВ, но бронь, выданная системой, порой не совпадает с графиком работы самих СОНов. Перед ними вновь собираются толпы людей. Поэтому это все, как бы, анкета забивается в общую базу, электронную базу. Ну а также в Казахстан упрощается въезд для иностранцев. На фоне ужесточения карантина во все больше регионах, простой открытий границ уже выглядит, мягко говоря, странным. Обо всем этом подробнее смотрите прямо сейчас на канале Максимум. На целый год может дотянуться процесс возврата денег туристическими компаниями своим клиентам. Из-за пандемии тысячи казахстанцев не смогли отправиться на заграничные курорты, хотя туры полностью оплатили. В фонде туристик Комкор советуют не добиваться выплат от операторов через суд. Ведь если по решению суда их деятельность остановят, то вернуть деньги вообще не получится. Марлен Езбатырула хотел сделать жене сюрприз на Наурейс и заранее купил тур в Анталию. Но планы испортил карантин. Поменять дату Марлен не может. Супруга на седьмом месяце беременности. Чтобы вернуть 570 тысяч тенге, он обратился к туроператору. Его попросили подождать и предупредили, что вычтут расходы. С чего я должен со своих денег, которые копил, еще взял в кредит долгое время, плюс еще отдых не состоялся, я из этих денег должен отдавать за их фактические расходы. Ты к ним звонишь, они говорят, обращайтесь к турагентству. Я говорю, ну я же ваш тур, если я через вас еду, через вашу туроператору. А нам все равно. В Национальную лигу потребителей с жалобой на возврат денег от авиакомпании обратились 15 тысяч человек. Всю стоимость вернуть шанса нет. Потому что по закону о защите прав потребителей, если компания понесла какие-либо издержки, связанные с предоставлением, либо непредоставлением услуги, обоснованные расходы, они должны будут быть покрыты именно потребителем. Если ваш рейс отменили, то в первую очередь следует обратиться к своему турагенту или туроператору. В случае, если они откажут возвратить денег, смело идите в суд. Но даже при этом полной гарантии в том, что вам вернут всю потраченную сумму, нет. Также в Лиге потребителей советуют попросить у турагента гарантийное письмо. А еще можно написать жалобу в Комитет туризма и спорта. В любом случае придется ждать, когда авиакомпания вернет деньги турагенту, а тот, в свою очередь, перечислит ее вам. А вот в фонде туристок Комкор подавать в суд на туроператоров не советуют. После этого останавливается деятельность предприятия. До документа пока не будет произведена оплата. А так как туроператору оплачивать будет нечем, естественно, эта остановка его деятельности произойдет. И потеряется его связь с теми поставщиками, которым отправлены деньги. Они будут тоже освобождены от обязательств. Потребовать деньги за билет можно и у авиаперевозчиков. Всем авиакомпаниям было поручено вернуть все билеты без удержания штрафов. Должны обратиться в адрес авиакомпании, либо по месту приобретения билетов для возврата своих средств, после чего нужно ожидать. И все же уже идут несколько судебных процессов с туроператорами. Компании от обязательств пока не отказываются. Но суммы большие и говорят, что вернуть их смогут лишь к концу 2021 года. В Казахстане упрощают правила пересечения госграницы. Согласно постановлению главного санврача, гражданам, прибывшим в нашу страну на самолете, достаточно иметь при себе справку с отрицательным тестом на опасный вирус. Автомобилисты и пассажиры поездов будут проходить обследование прямо на границе. После чего их сразу же пропустят дальше. Искать зараженных по результатам анализов медики будут самостоятельно. Правила передвижения казахстанцев вот уже третий месяц подряд регулируют в первую очередь никто иной, как главный санитарный врач страны. Согласно самым последним корректировкам, Жанна Смагометова упростила процедуру пересечения нашей границы по воздуху. А так как о возобновлении международного сообщения в Казахстане речи пока не идет, сейчас говорят лишь о возвращении наших соседников из приграничных стран и стран Евразийского союза. Итак, чтобы попасть в страну, пассажирам самолета необходимо иметь справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Действительный анализ – пять дней. Бумага позволит избежать двухдневного карантина в больнице. Если же в салоне все-таки окажется зараженный, найти контактных медикам труда не составит. Список пассажиров, он формируется на основании тех, кто летит и тех, кто купил билеты. А когда мы покупаем билет, мы же везде указываем свои... Там невозможно указать недостоверные данные, недостоверные им, да. И поэтому это все, как бы анкета забивается в общую базу, электронную базу. Эта электронная база потом доступна в организациях ОМСП. Тем же, кто въехал в нашу страну на машине или поезде, тест на COVID-19 придется сдавать прямо на границе и оставить свои анкетные данные. После можно беспрепятственно ехать дальше. Если тест покажет плюс, врачам придется искать зараженных самостоятельно. В этом случае власти призывают граждан быть сознательными и оставлять верные контакты. За контактными с больными коронавирусом, а также за бессимптомными носителями инфекции сейчас следят с помощью специального мобильного приложения. Для этого останчанам необходимо установить на свой смартфон специальную программу и открыть доступ к сетям Wi-Fi и Bluetooth. Здесь же необходимо подтвердить свой статус, ввести домашний адрес. И все. Система автоматически внесет вас в список. В случае, если вы отойдетесь от карантинной зоны как минимум на 30 метров, вам придет специальное оповещение с просьбой вернуться обратно. Вся информация о местоположении человека отправляется в оперативный штаб. Конечно, возможность оставить телефон дома и выйти по своим делам никто не исключает. Правда, на этот случай у разработчиков есть свои методы слежки. У телефонов есть обратная связь. То есть, если телефон лежит, никаких движений нет. Мы тоже видим, что телефон лежит без дела. Допустим, у него там заряд постоянно находится и так далее. И, соответственно, это тоже может сигнализировать. И уже выборочно могут ситуационные центры ему позвонить. И, допустим, по видеосвязи какие-то элементы озвучить. Сейчас это приложение работает в нескольких городах Казахстана. Разрешение на его разработку и установку местные власти принимают самостоятельно. Также у них есть возможность самим решать, переводить пребывающих из-за рубежа граждан на карантин или нет. Ориентироваться они могут по эпидситуации в регионе. Как известно, коронавирус в Казахстане не отступает. Растет и число зараженных опасной инфекцией, так и смертельных случаев от нее. Уже в шести регионах уже сочили карантинные меры. При этом сообщается, что врачи таки придумали способ следить за казахстанцами в изоляции. Даже после ослабления карантина получить услуги в СОНах очень сложно, жалуются казахстанцы. Гражданам приходится заранее записываться на портале ЕГОВ, но бронь, выданная системой, порой не совпадает с графиком работы СОНов. Поэтому перед зданиями центров каждый раз скапливаются большие очереди. Ожидание затягивается на часы под палящим солнцем. Адвокат Алексей Качкаров в подобной очереди уже не в первый раз. По новым правилам, чтобы посетить СОН, нужно записаться на портале ЕГОВ.КЗ. Алексей пробовал, но то бронь выдают на время, когда СОН уже не работает, то выходит ошибка, рассказывает юрист. В итоге ему и всем остальным приходится по старинке занимать живую очередь. Для примера, в субботу меня не обслужили после регистрации брони на ЕГОВ. Следующую бронь, которую мне удалось получить в субботу, она аж на следующую пятницу. Подъезжать сюда, уходить, брать талончик, приходить через неделю, допустим, я считаю, это просто издевательство над людьми. Гульнара Ходжаева точно так же не смогла получить ОЦП и боится, что упустит шанс устроиться на новую работу. Документы, которые мне дали, вот они, пожалуйста. Я пришла записываться в СОН, мне сказали только на 17 число, сегодня восьмое. Я могу просто не устроиться на работу, но ждать не будут, однозначно. И вот что в итоге? В итоге я не знаю, что делать. 42 500 не платит никто. Сотрудники отдела по обслуживанию населения говорят, что делают все возможное. Начинают работу раньше, заканчивают позже, но на запись повлиять не могут. Потому что они раньше приходят, очень раньше, за два часа раньше приходят. Бывает, что после обеда бронируют, они приходят утром. А мы принимаем по броне. Программа брони была создана до ЧП. Каждый регион будет работать по разному времени, по решению штаба. Изменять график работы местные отделы по своему желанию тоже не могут. Для этого нужно постановление областного штаба по обеспечению режима ЧАЭС. Пока в ЕГОВ советуют жителям не бронировать очередь после 17.00. Гульнари Ходжаев и сотрудники ЦОНа в итоге помогли получить нужные справки с помощью одноразового пароля.